Детская смертность в Таджикистане растет. Новая телепередача «Родители против экстремизма». На севере Таджикистана повысился уровень детской смертности. За три месяца текущего года в Согде умерло более 240 детей в возрасте до одного года. Причинами этого являются разные факторы, такие как домашние роды, низкий уровень медицины, непосещение врача во время беременности и так далее. Причем, как выясняется, женщины не посещают врача не потому, что не хотят, а потому, что они не имеют к тому материальных возможностей. За каждую мелочь в таджикских больницах нужно платить, а сельское население попросту не способно платить медицинские услуги. Именно поэтому многие таджикские женщины вынуждены лишний раз не обращаться к услугам врачей. Собеседник радио Азади на условиях анонимности рассказал следующее. Стоит только переступить порог родильного деления, как с тебя требуют заплатить энную сумму в кассу. И затем начинается. Нужно купить и принести им лекарства, капельницы, перчатки, шприцы. Когда наступает время выписки из роддома, все работницы выстраиваются в ряд и требуют свою долю. Продолжение следует... Таджикское государственное телевидение запустило новую пропагандистскую телепередачу под названием «Родители против экстремизма». По мнению создателей проекта, данная программа поможет удержать молодежь от присоединения к исламским движениям. Ведущими проекта являются эксперты и психологи, которым предстоит провести профилактическую работу среди родителей. В эфире телепередачи ведущая Мария Амда Влатова уже заявила, что экстремизм имеет конкретные признаки, но многие родители не распознают их, поэтому и не могут своевременно вернуть своих детей с опасной стези. Таким образом, ведущая выставляет соблюдение человеком своей религии и любую исламскую активность как некие болезни, которые нужно лечить, подобно наркомании или алкоголизму. Наблюдатели отмечают, что на сегодняшний день режим Рахмона считает экстремистом любого жителя Таджикистана, который хотя бы просто заинтересовался религией. И все это на фоне небывалых темпов роста, интереса к исламу среди молодежи, его возрождению в Таджикистане, в Центральной Азии и вообще по всему миру. Продолжение следует...